Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 июня. Память святого мученика Лутилиана и с ним четырех отроков. И Клавдия, и Патия, Павла, и Дионисия, и Святой Девы Павлы. Святой мученик Лутилиан, пострадавший во времена римского царя Аврелиана, сначала пребывал в языческом многобожии, и даже был идорский жрец, уже достигший мощитой старости, украшенной сединою и почтенным видом. Жил он недалеко от Никомидии, служа в капищах скверным богам. Потом благодатью Христа Бога нашего, желающего всем спастись и никому не погибнуть, убедился он в обмане бесовском и языческом заблуждении, достиг познания истины, уверовал в единого истинного Бога Господа нашего Иисуса Христа, отверг и презрел идолов, и обновилась в старости, как у орла юность его. Тогда возродился он святым крестением, и всей мыслью и душою вполне предался любви ко Христу. Выяснил он и прочим язычникам суету и пагубу их нечестия, наставлял на спасение и своим учением приводил ко Христу, так что для многих был он примером обращения к Богу. Местные иудеи, видя, что Лутилиан перешел из этого идолопоклонства в христианскую веру, и что многие по примеру и учению его оставляли кумира служения, присоединяются к христианам и принимают святое крещение, исполнились гнева и ненависти. Люди братоуберственные и лютые, они с завистью оклеветали его и предали суду нечестивых, и был представлен раб Христов для допроса правителю Некомидию Филвану. Правитель сильно принуждал старца отречься Христа и возвратиться к этого служению, но тот отказался повиноваться ему. Тогда правитель исполнился ярости и повелел предать Лутилиана различным мукам. Ему сокрушили челюсть, вели нещадно палками, повесили вниз головой, и потом, после долгого и лютого мутения, вверглись в темницу. Там святой Лутилиан нашел четырех отраков заключенных за Христову веру – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Радостно беседовал он с ними о Христе Боге и укреплял их подвигу мученическому, чтобы, помня вечное воздаяние на небесах, они не боялись временных мук, не устрашили смерти для будущей жизни и не жалели святущей юности своей для Христа, уготовляющей им в царстве своем неувидающее блаженство. Все вместе они молились Богу дни и ночи и утешали себя надеждой на Христа. По прошествии довольно многих дней святой Лутилиан был снова подвержен мучениям уже вместе с отроками, и с ними был брошен в раскаленную печь. Но всемогущий Бог проявил над ним чудесную свою милость, как некогда над еврейскими отроками, вернутыми в печь лавелонскую. Огонь обратился в холод, пламя в росу, и обильный дождь, проливший свыше, окончательно охладил всю печь, и вышли святой Лутилиан и отроки невредимыми. Язычники, острепленные неверием и злобою, приписывали это преславное чудо Божие не Божьей силе, но волшебству христиан. Тогда неправильный судья осудил святых мучеников на смерть и отослал их в Византию, чтобы они там приняли казнь. Когда они достигли в Византии, четыре святых отрока Клавдии, Ипатии, Павел и Дионисий были усечены мечом, а святой Лутилиан повешен на кресте по всему телу, пригвожденный к нему гвоздями, и так предал дух Богу. Он был распят на кресте и иудеями, как это видно из третьей песни, посвященного ему канона, где об этом говорится так, таким образом. Иуда предал избавителя Христа древле богоубийцам, ты же ныне беззаконным иудеям предан был. С них страдать к шумовенцу присоединилась и святая Дева Павла, рожденная от христианских родителей. Она всю ночь питала сердце, горячую любовь ко Христу, соблюдала детство свое бессмертному жениху и старалась быть достойной небесного святого. А сиропев после смерти родителей, обладая достатком, она входила в темницы и, покупая себе у стражи золотом право входа, посетила узников, страдающих за Христа. Она служила рабам Христовым, подавая им все необходимое от имения своего. Томимым голодом и жаждой приносила пищи и петелье, над ним подавала одеяния, исцеляла уязвленные гниющие с трупами тела мучеников, омывая, опирая, прикладывая врачебные пластыри и обвязывая чистым полотном. Лобзая их раны, принятые за Христа, она со слезами просила их молиться о ней, Христу Богу. Да не лишит он ее своей милости. Эта избранная невеста Христова приходила к святому Вухелиану, заключенному в Некомидии с отроком из темницы, и наслаждалась полезными наставлениями его. Когда мучили святого и отроков, она была свидетельницей подвига их, и в тайне сердца своего прилежно молилась о них Христу. Да укрепит он рабов своих, и да подашь им мужество и помощь, чтобы претерпеть им муки до конца ради славы святого его имени. Когда народ по окончанию казни расходился, она приходила на место мучений святых, собирала по земле пролившуюся кровь их и хранила у себя, как святыню. Когда вели старцы четырех отроков в Византию на смерть, она последовала за ними и служила им. Когда-то святые отроки были усечены, святая дева взяла честные тела их и с благоговением предала погребению. По окончанию святого Лукериана и святых отроков, она возвратилась к Некомидии и продолжала поступать так же. Нечестивые узнали, что она христианка, взяли и привели на суд к тому же правителю Силвану, который видит, что она остается непокорной после многих льстивых и грозных увещаний, повелел долго и немилостиво бить ее по обнаженному телу прутьями и палками. Когда же она от многих ран изнемогла телом, но не духом, ангел Господень явился и исцелил ее, и возвратилась к мученице телесное здравие, и она явила себя еще более смелой и мужественной в муках. Потом ее жестоко били по устам за то, что она досадила мучитель и укорительными словами. Затем ее верви в темницу, а потом снова вывели на пытку и бросили в сильно раскаленную печь. Но она вышла из печи без вреда, ибо для нее, как и для прежних святых мучеников, сила Божия уничтожила силу огня, да не коснется невесты Христовой сгучее пламя. После всего этого мучитель осудил ее на смерть через засекновение мечом и отослал в Византию, чтобы она приняла казнь там же, где скончался и святой Лутилиан с отроками. Отведенная на то место, где Лутилиан принял за Христа крестную смерть, мученица Христова усердно благодарила Бога, сподобляющего ее венца мученического и общения со святыми. Помолившись прилежно Господу, она радостно преклонила под месть свою девическую главу и приняла усечение. Так она перешла из дольних в горние и вошла в небесный чертог, в радость Господа своего, увенчанная от прелюбезнейшего жениха своего, Христа Господа нашего, двойным венцом, детства и мученичества. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.